Что? Серьезно? Я выиграла проект и меня взяли просто за список. Чего ты как сумасшедший улыбаешься? Зачем ты сюда пришел, если тренер у тебя вообще все равно? Отдыхаю я ночью, я все нормальный людик. Извините, вы, кажется, опознались. Вот эти выгибы, клики. Ну, понятно, она гимнастка, только гимнастик показывает. По лайту все легко. Да, я хотела бы выйти в третий фильм. Ну, я не скажу. Танцы — это свобода. Слезы печатают. Всем привет! Прошло больше четырех месяцев с нашей последней съемки в студии. 28 марта мы снимали выпуск Ольги Капрановой. Что случилось дальше, вы знаете. В период карантина выдался у нас очень продуктивным, и мы успели провести 16 онлайн-выпусков разговоров о гимнастике с действующими гимнастками в Инстаграме. А сейчас рада вернуться в студию. Впереди еще много планов и выпусков. Самое время подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня у нас в гостях гимнастка, танцовщица, победитель проекта «Данс Революция», амбассадор гимнастики в танцах Ева Уварова. В нашем проекте «Данс Революция» победитель Ева Уварова. Ева, привет. Привет, Азиза. Мы очень рады тебя видеть у нас в гостях, и от всей команды поздравляем с победой в масштабном конкурсе «Данс Революция». Расскажи, какие ощущения, как давно это было, кстати, когда вы это снимали? Так, съемки проекта «Данс Революция» мы отсняли в конце июня, а показали их где-то в начале июля, в первой половине. Эмоции от победы у меня были, конечно же, непередаваемые. Я почувствовала какой-то восторг, но в то же время мое тело стало ватным, и я не понимала вообще, что происходит. И примерно целую неделю я пыталась сообразить, что серьезно я выиграла проект. И это, наверное, самое такое у меня масштабное событие в моей жизни. А ты знала, кстати, мне кажется, очень удивилась, что тебя сразу попросят танцевать. Да, я удивилась, потому что по всей сцене было конфетти разбросано. Ты тоже очень переживала на этаж. Да, это очень сложно, потому что скользит в поверхности, и я боялась получить какую-то травму. Но когда я начала танцевать, я поняла, что все окей, и что я смогу станцевать свое соло еще раз в последний разок. Для многих зрителей, возможно, будет необычно, потому что зритель, наверное, у тебя подписки в Инстаграме, с тобой познакомился как раз после этого проекта. Особенно многие гимнастки все-таки тебя объявляли как кандидат в мастера спорта. То есть все гимнастки такие, о, да, я тоже гимнастка, гимнастка. Мы сегодня с тобой в разговорах о гимнастике. Ты настоящая гимнастка. Совсем недавно ты выступала на чемпионате Москвы, если я не ошибаюсь. Да, в групповых упражнениях. Расскажи, Ева Уварова, какая гимнастка? Ой, это, наверное, для меня сейчас такой тяжелый вопрос, потому что я все больше начинаю осознавать, что я потихонечку перемещаюсь ближе к танцам, и больше себя уже даю им. Но в то же время я не забрасываю гимнастику, потому что для меня это все мое детство, это мой путь, это моя история, которую я, наверное, хочу вековечить. И всегда буду помнить о том, с чего я начинала. И что дало мне вот эту дисциплину, выдержку, упорство, трудолюбие. И что сделало меня Ева Уварова. Ты рассказала про свою историю. Расскажи нам эту историю, потому что ты совершенно молоденькая, свежая. Ты должна вспомнить это. Как ты попала в гимнастику? Что сделала для этого твоя мама? Или ты сказала, я иду в гимнастику? Все началось с того, что мы просто гуляли с мамой и бабушкой. Мне было где-то 3 года. И мы проходили мимо здания, рядом с которым я жила. Я увидела, как через панорамные окна, я увидела, как летают предметы. Я спросила, а что это? Мне сказали, ну это, наверное, гимнастика. Я говорю, я тоже туда хочу. И после этого мама тоже загорелась этим желанием. И мы поехали пробоваться в Шор 74. Это известная школа. Я считаю, одна из самых лучших. И я ее очень сильно люблю. Мы поехали. И когда меня просмотрели, вначале меня не хотели брать, потому что я была слишком маленькая. Не было каких-то волшебных, как сказать, способностей. Да, то есть я не была супердисплазийная, чтобы гнуться, делать всякие крутые элементы. И меня взяли просто за списком. Вера Александровна, это как раз таки был мой первый тренер. Меня взяли, но через месяц меня перевели в нормальную группу, так сказать. То есть я была не за списком, а зачислили. И мы были очень рады, но зачислили меня не за то, что я как бы данными удивила вдруг неожиданно, а за как раз таки упорство и трудолюбие. И так я начала заниматься. И в конце первого года я уже выступала на своих первых соревнованиях. Но потом, года через три, Вера Александровна ушла в декрет. И я ровно одну неделю прозанималась в зале Шор 74 на Динамо. Может быть, и знаете, может быть, знаете, да. И после этого я пришла к Яковлеве Марии Александровне. И по сей день занимаюсь именно у нее. С ней мы выступали как бы на многих соревнованиях. Как раз таки на Москве. Для меня это один из самых лучших, наверное, чемпионатов, который проходит для гимнасток несостоящих в сборных. Серьезное соревнование проходило в дворце. Да, в дворце спорта. Ирина Александровна. Да, Ирина Александровна Винера. И также в дворце спорта Динамо. Что еще могу добавить про свой путь такого необычного? Ты скромничаешь. Тебя многие зрители в гимнастике узнали именно как гимнастку. Не как танцора я была в Ауре. Ты была очень яркой гимнасткой. И вот когда пред-юниоры, то есть первый разряд, начало КМС, становление, когда тебя еще танцы не захватили, ты была очень яркой гимнасткой. И купальники. Сколько купальников, которые у тебя был, купальник, по-моему, с центром? Да, потом его... По-моему, каждая гимнастка в каждом потоке, на любых соревнованиях обязательно кто-то выступал в этом купальнике. Мне кажется, я запомнилась как гимнастка благодаря своей артистичности в первую очередь. Потому что для меня каждое выступление, это было как шоу. Я выходила изначально уже как артист. И старалась своими эмоциями поделиться с судьями и со зрителями, чтобы, как сказать, захватить их внимание. Откуда это у тебя? Как ты понимаешь, что ты актриса? Потому что не все же гимнастки актрисы. И самое главное, часто говорят, что гимнастки не умеют танцовать, не умеют танцевать. Отчасти правы. Я изначально была такой артистичной девочкой еще в самом раннем детстве. Я всегда была в основном улыбчивая. И порой даже была чересчур эмоциональная. Хочу сразу заметить, я сказала, что не все гимнастки артистичны. И я могу объяснить почему. Многие в зале работают вообще без эмоций. То есть они настолько погружены и стараются сконцентрироваться на предмете, на элементах, на поворотах и тому подобное, что забывают про то, что они не просто выходят как робот что-то исполнить и уйти. Они себя показывают как не только спортсмену, а также как и личность, как человека. И поэтому у них не получается во время выступления включиться и выделиться, рассказать что-то о себе судим, как о человеке. А я всегда в зале работала с улыбкой, либо иногда я там глазки строила, в зависимости от музыки и упражнения. Да, то есть бывали такие эмоции, когда там музыка танго была или что-то тому подобное. И поэтому каждый мой выход на соревнованиях, наверное, запоминался именно больше артистичностью, нежели какими-то супер талантливыми мастерствами, рисками и тому подобное. Наверное, самые лучшие результаты на детской Москве, ты же была там очень рядом. Да, я была из 100 человек в 5-е. Ну да, ты всегда в 10-е, там имеется в виду, ты была хорошая гимнастка, о которой их знали. То есть ты не была только гимнастка Ярка, которая хорошо танцевала, ты делала сложные элементы, у тебя были хороший предмет, не скромничай. Я скромная, потому что я не хочу преувеличивать свои способности, будучи человеком, потому что многие любят наоборот, я больше о себе рассказать больше. Прибавить каких-то заслуг и наград, а я лучше проскромничаю, но выслушаю это от других людей. Хороший план. Скажи, пожалуйста, как тренеры не ограничивали тебя в твоих творческих? Говорили, так, Ев, давай без улыбок, пожалуйста, сделай один чистый и до свидания. Вот это, вот это, без вот этого всего, вот чистенько пройди и все. Нет, меня никогда не ограничивали, наоборот, всегда выделяли именно вот этой вот моей эмоциональности, артистичностью. И я помню, один раз у нас, вот, кстати, вот еще того, что ограничивали, а был один раз у нас такой номер с девочками, с которыми я вместе занималась и занимаюсь до сих пор. И они все танцевали очень, так сказать, безэмоционально. А я танцевала с улыбками, мне сказали, что ты как сумасшедшая тут улыбаешься. Вообще, ну, меня выделяли всегда этим, то, что я постоянно была включена в работу, не только физически, но также и душевно. Ева Уварова сейчас танцор и гимнастка. Да, Ева Уварова сейчас и танцор, и гимнастка. Раньше была гимнасткой и танцором. Да, до 10 лет я была исключительно только гимнасткой. А, ты имеешь в виду, что сейчас больше? Ну, да, наверное, в данный момент уже больше танцев меня захватывают в связи с возрастом, потому что танцевать можно дольше, чем быть гимнасткой в плане физики, ну, физических способностей и просто. Но я стараюсь поддерживать все в гимнастике тоже. Как пережила пандемию Ева Уварова гимнастка? Ева Уварова гимнастка занималась в онлайн-режиме по зуму, проходили у нас тренировки. Конечно, по сравнению с оффлайн гимнастикой мне не понравилось, потому что я, мы делали итальянское фуете, и тренер заставлял делать с эмочкой. Ева Уварова просто чуть потолок там не расшибло, у соседей со второго этажа. Они, я думаю, были не особо довольны, в принципе, как и я тоже, потому что вот этот оффлайн-режим, онлайн-режим. Конечно, ты не чувствуешь как-то особого контакта с тренером, во-первых, если еще он камеру выключает, то вообще непонятно, что там происходит. Ты вообще то делаешь или не то, потому что я просто такая стою в один момент и понимаю, что происходит, что все делают. Там все ходят вот так в камеру смотрят в поисках тренера, а тренера нет. Да, и еще, знаешь, вот этот момент, наверняка замечала, что девочки, когда тренер смотрит в другую сторону, так немножко расслабляются, так искусо смотрят, да? Нет, не замечала никак. Не замечала, но, к сожалению, не замечала. Да, а здесь ты такой, работаем полностью, непонятно, до кого смотрят тренера. Многие гимнастки, конечно, выключали камеру, у них очень была плохая связь, интернет. Да, плохая связь, это у нас тоже многих там одна девочка просто заедает. Мне иногда даже казалось, что некоторые специально замирали в позах, типа интернет подвисает, но нет. Я, в принципе, нормально занималась, но, конечно, мне не понравилось. Ты сказала про контакт с тренером. Важен он для тебя? Конечно, важен для меня. Контакт с тренером имеет огромное значение, потому что если тренер просто даже не смотрит, хотя если смотрит, но не говорит это вообще. Лучше пускай он нарет, чем поругает, нежели он просто будет игнорировать. Потому что так ты себя чувствуешь вообще в бесполезном зале и не понимаешь, зачем ты сюда пришел, если тренер на тебя вообще все равно. Скажи, в мире танцев педагог, хореограф, там все время есть как тренер постоянно или на каждое задание меняется, либо у тебя есть какой-то педагог по танцам, который тебя ведет на протяжении твоей карьеры, или все время это разные мастер-классы, как это жизнь? У всех по-разному. Кто-то любит по-разному педагогам ходить. У кого-то есть один основной, например, как у меня сейчас, это Артем Волосов. И остальные педагоги, которым я уже просто хожу на занятия, чтобы научиться чему-то новому, освоить новые техники и другие стили танцев. А в гимнастике у нас всегда один-два тренера максимум и плюс хореограф. А здесь бывают разные преподаватели. Кто-то меняет их, кто-то остается всегда рядом. Контакт между преподавателями в танцах, когда это тоже, они выводят вас на выход перед ковром? То есть химия, когда тренер и гимнастка перед ковром, это же нервозный момент, когда тренер настраивает, уши там оттягивают, попу как коня. В танцах бывает что-то подобное или нет? В танцах такого типа нет. В танцах просто педагог обычно стоит, он тебя настраивает. Изначально, да, тоже так же тренирует, ты показываешь ему, он там подправляет какие-то твои положения, говорит больше по, как сказать, по подаче, объясняет, как лучше преподнести поставленный номер. Но вот такого нервоза, я бы сказала, он отсутствует, потому что если ты что-то делал там неправильно, это вряд ли кто поймет, так как танцы это постоянная свобода. И здесь нет какого-то четкого правила по исполнению движений. То есть они могут меняться в зависимости от твоего настроения. Ну понятно, что там не сильно у тебя был там один танец, а потом оп, танцуем что-то вообще другое. Здесь больше, наверное, в танцах важна музыкальность и вот это, как сказать, коннект, контакт танцора со зрителем и танцора с музыкой. То есть это как одно целое должно быть. Потому что гимнастик, я замечаю, очень часто музыка сама с собой идет, гимнастка сама с собой. Ну это традиционно, музыка играет, гимнастке не мешает, это же первые годы обучения, когда гимнастки, особенно юные, это когда на уровне сборной, конечно, это превращается в спектакль. сборную, превращать это в спектакль по-настоящему. Да. Конечно, на первенстве Москвы у многих гимнасток музыка играет. Просто музыка сама по себе, гимнастка сама по себе. И сейчас уже, я считаю, многие поняли это и стараются искоренять. Но раньше, вот когда я активно выступала, это было очень заметно. Там танцевальные связки всегда есть счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Он бывает быстрее, бывает более медленным. А гимнастка сама по себе просто не в такт музыки идет. Но это, наверное, еще связано с тем, что думаешь о предмете и тому подобное. Но мне вот это всегда я замечала, это не очень. А кто сейчас из гимнасток? За кого болеешь своей танцевальной душой? Своей танцевальной душой? Мне, наверное, больше всех нравится Лала Краймаренко. Потому что мне нравится ее подача, то, как ее, конечно же, невероятный талант и ее способности. Это выглядит великолепно. Меня всегда завраживает. Мне нравится смотреть ее выступления, потому что они так сказать, не банальные, а очень интересные и вдохновляющие. С кем ты дружишь из сборной? Я не знаю. Я знаю, что на меня многие гимнастки подписаны. Причем они подписались на меня благодаря танцам, а не гимнастике. Ну, так сказать, чтобы я дружу, прям нет. Я больше люблю общаться вообще со взрослыми людьми. Это моя такая отличительная черта. Потому что среди них я чувствую себя на своем месте. Мне комфортно в плане развития, в плане их речи. Потому что многие подростки, вот как я, моего возраста, у меня с ними практически ничего нет общего. Потому что я все свое время, начиная с танцев 10 лет, я проводила в обществе взрослых людей. Взрослых и некоторых уже даже состоявшихся. Благодарим компанию «Артблеск» за поддержку нашего проекта даже в самые непростые времена для всего мира и мира художественной гимнастики в том числе. Огромное спасибо, что вы всегда с нами. Какой день у Елы Уваровой? Ой, день у меня довольно-таки сложный. Начинается он, как и у обычного человека, со школы, где я стараюсь вкладываться так же, как и в танцах, и в гимнастике по полной. Потому что для меня образование играет огромную роль. Меня оно интересует, влечет, так как у меня еще хорошие учителя. И мне безумно нравится чему-то, учиться чему-то новому. После школы, через 15 минут, я должна добежать до дома и быстренько поехать на художественную гимнастику, где я еще провожу от 3 до 4 часов. В зависимости от зала, в котором мы тренируемся, и настроения тренера. Да, как пойдет. Если тренер скажет, что вы вообще сегодня ничего не делаете, хорошо, все плохо, то бывает, что тренировки короче. Либо наоборот, длиннее. Потому что мы просто тратим время иногда на то, что молчим, кто-то пытается собраться, чтобы сделать хороший прогон, и тому подобное. И после гимнастики я сразу вместе с моей очаровательной мамочкой еду на танцы с двумя рюкзаками, одним гимнастическим, другим танцеванием. И там я уже расслабляюсь, потому что в танцах, я замечаю, в последнее время, мне все легче и легче становится посещать занятия. Потому что, наверное, уже привыкла к техникой, телом. И я просто начинаю чувствовать себя в своей тарелке. И все хорошо. Когда ты отдыхаешь? Отдыхаю я ночью, как все нормальные люди, когда сплю. Уроки делаешь? Ты выпускница 9 класса. Да, я выпускница 9 класса. И сейчас перехожу в 10. Сколько четверок? Четверка одна по физике. Остальные все пятерки. Так, а почему четверка по физике? Потому что не буду, не хочу говорить плохо про своего учителя. Так сложились обстоятельства. Это не связано именно со мной, это у всех ребят не очень хорошие оценки. оценки физики. Я тебя помню хорошенечко. Ты была на нашем первом турнире, когда мы его организовывали. Ты давала мастер-класс в перерыве. Тогда Ева Уварова была слегка известна, но сейчас, конечно, Ева, наверное, по-настоящему популярна. Ну, практически. Тебя узнают на улице? Бывает? Да, узнают на улице, в торговых центрах, иногда даже в метро. Да, я не такой, не капризный человек. Я езжу в общественном транспорте, все нормально. Фоткаются ты или ты говоришь, нет, не сегодня? Да, я фоткаюсь, но иногда, например, когда я зашла покушать, меня узнал редко. Извините, вы, кажется, опознались. Я такая, уходим с матом. Я еще маску повышенную натянула сейчас вот недавно. Потому что мне некомфортно иногда бывает. Это после участия в Денс Революции? Да, в Денс Революции, после спецвыпуска танцев на Денте. И танцы стала уже популярна по-настоящему. Да. И как раз я начала с мастер-класса. И я в тот момент поняла, что Ева Уварова это человек расписания, у которого все разложено по полочкам. Прежде чем ты была еще сколько лет? Пять назад, мне кажется, это было? Какие летать? Четыре года назад это было. Мне кажется, в 2017. В 2017. Да. А, уже 2020 год. В 2019-2020. Четыре года как раз это было в апреле. Расскажи, пожалуйста, как правда строится твой день? Потому что это очень интересно и это очень вдохновляет многих девчонок, которые думают я сходила на тренировку, все, я могу больше не учиться никогда, я так устала, я три часа потренировалась. И все. И на этом они такие садятся, включают там или тикток, смотрят, либо еще что-то. Из-за этого я хочу, чтобы ты вдохновила и показала, насколько у тебя сил хватает и как строишь ты свой день, чтобы успевать, чтобы быть хорошей ученицей, кандидата-мастера спорта, дай бог, мастером спорта, если получится, если все сложится. я по вам хочу сейчас прям так поднажать. Такой, как бы сказать, известной танцовщицей уже. Да. Когда ты все это успеваешь? Вот как прям... Вот когда я именно уроки, например, уроки. Уроки я делаю в 6 часов утра. Я привыкла. Мне лучше лечь пораньше спать, но проснуться там в 5-6, чтобы сделать уроки. Самые основные предметы, а предметы, которые меня не особо сильно интересуют, я делаю на переменках. То есть у тебя прям все... да, делают все расписано. Иногда я надеюсь просто на фортуну, что мне повезет, меня не спросят. Но все равно я готовлюсь, потому что у меня вот черта характера, я всегда боюсь ошибиться, и поэтому мне лучше где-то поднажать себя, немножко еще, так сказать, так подбодрить, сделать, и потом... Да, поднапрячься. После школы, тренировки. И каждый день? Каждый день, да. И каждый день танцы? Танцы практически каждый день, в зависимости от занятий, которые я посещаю, или, ну, педагогов, которые мне интересно. Суббота, вот раньше у меня были тренировки по субботам, а теперь поменяли на воскресенье, соответственно, суббота у меня вот время, когда я могу подучиться и сходить потанцевать. Воскресенье? Воскресенье, гимнастика и танцы. Танцы все время одинаковые. Расскажи нам людям из гимнастического мира, мы знаем, что в художественной гимнастике это скакалка, обруч, мяч, булава, лента, в танце. Кроме стиля, расскажи, мы знаем, что Ева Уварова в окна, она первая, что стала популярной. Нет, 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 вот это как раз таки нет, это ошибочное мнение, многие думают, что я ВОК. Но как раз это видео популярное, нет? Да, популярное видео ВОК, это моя была первая попытка, первое занятие, но вообще я начала с Кантембаррери. То популярное, которое сколько просмотров набрало? 9, по-моему, миллионов, если не больше. Просмотров набрало это видео. Это была твоя первая тренировка ВОКа? Да, но это и не тренировка, это был мастер-класс, я просто участвовала в проекте «Танцуют все», а 9 сезон это международный проект и там я еще добавляла в свои номера очень много элементов из гимнастики. потому что я считала это моя сильная сторона, я должна выделиться, показать, я могу там карбасу сделать, могу там планшет скрутить. И я там познакомилась с одним молодым человеком, который танцевал ВОК. Я такая, я тоже такой стиль хочу. И мама нашла мастер-класс, я пришла, и мне настолько понравилось, что это было очень сильно заметно. И сняли ролик, и выложили его на следующий день. А я просыпаюсь утром, мы не понимаем, очень много запросов на подписку в Инстаграме. У меня был закрытый аккаунт, и просто за целый день у меня подписалось 12 тысяч человек. Представляете, эмоции, я просто такая смотрю, что? Как называется на Ютубе, по-моему, «Мавушка танцует ВОК» или как? Я не знаю, все по-разному называют это видео, многие пишут, что я там в бахилах танцую. В общем, и это был для меня такой странный момент, потому что я помню, от этого мастер-класса у меня сначала были хорошие ощущения и воспоминания, но на следующий день они были не очень, так как я пришла на трёхку по гимнастике, у меня всё, тело болело, я не могла ничего нормально сделать, мне было стыдно за то, что я делала ужасные упражнения, я чувствовала себя очень некомфортно, немножко расстроила тренера. Всё болело? Да, всё болело, ужасная крепатура была, я не могла собраться и сделать нормальный прогон, а это было всё накануне соревнований, однако потом я поняла, что в этом были какие-то свои плюсы, потому что это видео очень сильно мне помогло потом в плане расширение моего кругозора, моего круга общения и вообще людей. Мы отошли от темы по стилям, скаталку, брыж мяч булавы, контемпорари, мой первый стиль, дэнс-хол, хип-хоп, вок, джаз-фак, хаус, вок назвали? локинг, вакинг, патлинг, ну это такие основные современные правления брэк-данса, можно ещё добавить. Немножко побольше, чем в гимнастике, я согласна. Но для меня они полегче были, чем гимнастика, если честно. То есть гимнасткам ты рекомендуешь попробовать тебя вот, куда пойти гимнасткам? Контемпоры и вок. Самые лучшие стили для гимнасток вок, потому что есть направление, которое называется нью-вэй, и там всякие вот эти выгибы, клики, тому подобное. Ну клик, вот этот элемент, который для гимнасток, это всё проще простого, поэтому это самое шикарное направление, если показать вот эти всякие выгиборы. Так, ещё раз, давай, ещё раз, давай, покажи, что мы сейчас попробуем. Мы делаем элемент из вок, называется клик, берёмся за один пальчик, да, выворачиваем одну лопатку. Я боюсь, вот так вот они там делают. Так, я больше переживаю, что у меня живот после карантина вывалится. Не переживай, ты худенькая, стройненькая, замечательно выглядишь. Спасибо. И второе направление, это как раз таки контемпорари, это мой стиль вообще. Класс. у них всё по джазам, по шестой вот этой позиции. Я немножко занималась, но вот расскажи людям, потому что вот гимнастки, которые заканчивают, куда им пойти, что им попробовать, потому что гимнастки, это хорошее тело, если правильно направить, то это может быть... Да, но очень зажатые тела обычно гимнасток, то есть постоянно на трёвках говорят выпрями спину, а в контемпе там всегда свободно, то есть тело работает по-разному, и это очень хороший стиль для того, чтобы применить свои гимнастические способности, то есть когда ты уже понимаешь, что заниматься именно гимнастикой уже сложно, уже возраст не позволяет, то контемпы это отличное решение найти себя и попробовать. То есть Ева Уварова рекомендует, вот первое, я не запомнила, контемпорари в первую очередь, а во вторую ВОК я рекомендую. А, ВОК, всё, отлично. ВОК это больше для таких эпатажных девчонок, хотя гимнастки очень часто высокомерные, лицемерные, ну лицемерные нет, но высокомерные точно, потому что привыкли на соревнованиях, что у них всегда ты лучше этого, и они подходят с этим лицом, это очень подходит для ВОК. Сейчас в гимнастике наоборот, пытаются сказать, что бедных гимнасток всё время в зале обижают, что все они такие зажаты, психологические эти зажимы. Ну, зажимы, но вот это как раз таки, мне кажется, маска многих девочек. Вот это, ну не знаю, на соревнованиях очень часто преобладает высокомерие, вот это, у меня прям было ощущение вот этого дискомфорта. В танцах по-другому? В танцах оно тоже, конечно, есть, но для меня в меньшей степени. То есть там получше относятся люди друг к другу, нежели на гимнастике. Я, конечно, не знаю, но вот лично у меня такое ощущение было, и оно продолжает существовать. А у меня вот наш зрел вопрос такой, извините, что перебила. В танцах тебе не говорили, о, гимнастка пришла танцевать, вот куда ты лезешь? Иди со своей вот этой павочкой порхай, с ленточкой, имея чиповки. Да, не с ленточкой, мои номера часто, вот я выступала на Дэнс Революции, и я туда вставляла акробатические элементы. Что же пишут люди? Ну, понятно, она гимнастка, только гимнастику показывает. Я уже думаю, если я станцую хип-хоп, а это вообще уличное направление, мне тоже сказать, что я гимнастику танцую. Я уже настолько к этому привыкла, что мне порой становится все равно. Если людям кажется, что это гимнастика, пускай им кажется, может быть, им так легче жить. Но вначале меня это очень сильно задевало, потому что я не понимаю. Читала негативные, да, комментарии? Ну, я не совсем читала, мне рассказывали мои друзья и родственники, потому что я стараюсь меньше читать всякой информации, чтобы не нагружать себя и вообще не огорчать себя. Но хотя я не считаю, что нужно огорчаться по поводу людей, которые вообще не разбираются ни в одной из этих культур. И если им легко, если им кажется, что поднятая ножка без руки и то в каком-то элементе это гимнастика, пускай им так кажется. Может быть, их жизнь от этого станет проще. Но я не считаю, что это гимнастика. Гимнастика это вообще другое, это два разных мира. То, что ты пользуешься своим телом благодаря каким-то элементам гимнастики? Да, конечно. Гимнастика очень много чего дала в плане... Многие думают, что гимнастика это конечная остановка. Ты получил, но она столько дает возможности в плане пластики, что для танцев она бывает необходима. То есть многие танцоры, особенно как раз такие картемщики, они постоянно ходят на встречи, постоянно растягиваются, они хотят добиться такой же амплитуды, которая у гимнасток просто вот так по щелчку уже дается. Абсолютно согласна. Когда я первый раз пришла на контемпл, у меня такие, о, какое тело, класс. Потом у меня все синее, оно правда было, мне кажется, у меня синяки были везде. А техники? Потому что гимнастки они привыкли все вот на локте, а нужно на мышцы все переходы делать более плавно. то есть я советую вам, девочки, гимнастки, кто нас сейчас смотрит, если вы понимаете, что вам как-то уже тяжело, если вы уже в достаточном возрасте, пойдите на контемпорари. Спасибо. Достаточно в возрасте. Но я имею в виду в возрасте, вот ты сейчас, ты же не выступаешь как гимнастка? Нет. Ну так вот. Уж как 15 лет. Вот, тем более, ты можешь пойти на контемпорари, потом ты можешь с различными труппами по Европе выступать. Не, я всегда об этом мечтала, но, к сожалению, мое здоровье не дало. Не дало. Да. Русский неродной не дало. Но я всем рекомендую. Из-за этого Ева, наверное, у нас в гостях, потому что я хочу, чтобы через Еву услышали, что гимнастика это этап крутой, яркий, который дает возможность для многих... Очень много чего дает. Во-первых, ну вот танцы, если у вас такое тело, вы сможете его расслабить из вот этого закрепощенной вот этой позиции всем расслабить и найти себя, и у вас выработается музыкальность благодаря танцам. Причем, я хочу отметить, что все гимнастки, у них присутствует дисциплина, это высоко ценится в танцах. Танцоры не такие? Танцоры, они больше такие у них все. По лайту, все легко, и если еще какие-то тупые, вот эта дисциплина и трудолюбие гимнасток, они, конечно же, очень... встают в приоритете. То есть... А что было самое сложное для меня, когда... Жюри кто же там был? Сагалова как звали? Сигалова. Сигалова. Полунина и Вера Брежна. Кто для тебя был самый опасный, вот когда... самый опасный, но... мне кажется, что Алла Сигалова самая темпераментная такая женщина, потому что она уже много чего знает, у нее... как сказать, вот такая она требовательная, она состоявшаяся педагог, конечно. Да, поэтому она знает, и ее мнению никто не сможет поместить. Но ты стала ее любимицей, нет? Я не то, что стала ее любимицей, просто она за мной сидит, она видит, что я не сижу на месте во время пандемии. Я постоянно посещала занятия, помимо гимнастики, я также брала онлайн-мастер-классы и сама давала. Поэтому если... я не считаю, что я ее любимица, многие еще пишут, что я ее родственница, было бы неплохо, но нет. как раз таки люди, которые не состоявшиеся в себе, не состоявшиеся, просто они вот это придумывают все, если им это доставляет удовольствие, пускай придумывают дачу. Это же мир в инстаграме, он такой, это надо. не только в инстаграме, везде. Просто, мне кажется, Али еще нравится моя подача при выступлениях, она любит вот этот вот взгляд, который я тоже очень сильно люблю, и поэтому и мою, конечно, трудолюбие ей понравилось. Поэтому она так ко мне хорошо отнеслась. Какие планы у тебя еще в танцах? Есть ли уже такие планы по проектам, либо в период пандемии, точнее в период сейчас коронавируса сложнее? Скоро будет еще одно новое. Ну, расскажи, расскажи. Ну, я не могу. Ну, что-то. Вы все знаете, совсем скоро. Нужно немножко подождать. Но это известный проект? Проект? Ну, проект, как проект. Танцевальный проект. Очень здоровский. Ну, мы знаем только, о нем нельзя говорить, да? Нет, нельзя. Ну, комедия, наверное, на том же канале идет. Ну, я так думаю, но не факт, не факт. Не факт. Конечно, бы я еще очень хотела поучаствовать в шоу, где Дженнифрей Лопес сидит. Я не очень помню название. Это на американском видео. Я видела какие-то видео, ну, конечно, уж назвала. Да, там тоже очень круто. И в планах есть такое, как бы. А вообще, в чем вот спортсмены мечтают там выполнить мастера спорта, олимпийские игры? О чем мечтают танцоры? Танцоры? Ну, тоже все проекты, во-первых, танцевальные. Туда, там же, как и в гимнастике, большая конкуренция. Потому что не все подходят, во-первых, по типажу, так же, как гимнастские, не все подходят по фактуре. А во-вторых, конечно, универсальность рассматривается и насколько ты, как я уже сказала, подходишь в плане телевизионном. Поэтому, я думаю, у многих стоит желание поучаствовать в шоу, показать себя. также различные, многим нравятся вот коммерческие есть танцоры, это которые любят в клипах снимать. Я не скажу, что я сильно коммерческий человек, я больше, ну, за искусство мне нравится. Но ты тоже снималась в клипе, если не ошибаюсь, Саша Солдат, вы вместе. мы снимались у Яны Спейса, это, ну, как сказать, мой хороший, ну, я бы не сказала, что мы с ним прям друзья-друзья, но я часто с ним пересекаюсь. И, да, я снималась вместе с Сашей Солдатовой, одной из моих самых любимых гимнасток, потому что она неимоверно обаятельная и интересная личность и гимнастка. Да, там Саша была в главной роли, а мы были танцоры. То есть Саша больше в актерской такой сфере себя проявила, а мы в танцевальной. Так, вопрос был, о чем мечтают танцоры? О чем мечтают танцоры? Ну, конечно, все хотят потанцеваться с Бьонсе. А, потанцевать, то есть можно как-то с певцами, да, очень многие. Да, кому-то можно, кому-то нельзя. Нет, это надо попасть к ней в подтанцовку или это какой-то есть батл, я не знаю. Как это правильно говорится? Все танцоры ненавидят слово подтанцовка. Мы выступаем как отдельные личности и артисты. Как отдельные личности и артисты. Да. Сорян. А то вот эта подтанцовка, это слово очень... Как отдельные личности рядом с Бьонсе можно танцевать или нет? Ну, можно, конечно. Все зависит от... А мечтают с Бьонсе, правильно, потанцевать? Ну, многим хотелось бы, я думаю. Я бы хотела. Бьонсе в респекте как бы среди танцоров? Ну, не только Бьонсе. А среди русского шоу-бизнеса. Мне правда неинтересно, о чем мечтают танцоры? Ой. Школу открыть. Школа открыть, это классно считается? Это считается классно, особенно если у меня есть своя аудитория, свои ученики вырастить, из них профессионалов, это, конечно же, очень сложно, но я думаю, в многих мечтах такое стоит. Я бы тоже хотела, например, свою школу иметь. По гимнастике или по танцам? По танцам, но у меня обязательно бы я наняла педагога по гимнастике, который бы сконструировал вот это пластичное тело. Потому что на первоначальных этапах гимнасток, которые еще маленького возраста, их прям вот так вот забирают в танцы, потому что уже готовый материал, ну так, извините, выражаясь, с которым очень удобно работать. Потому что растягивать детей это сложно, а тренера по гимнастике у них, наверное, такая нервная система, крепкая, потому что сил хватает вот эти слезы, боль. Я не знаю, не знаю, не знаю. Я этим восхищаюсь тоже, потому что вот мне, например, было бы сложно тянуть человека, зная, что я ему причиняю боль. Это насколько хладнокровным нужно быть? Можно не тянуть под собственным весом. Просто долго. А кто деревянный? Долго, года 3-4, просто надо ждать терпения над Эмми. У каждого, у каждого разная. К Еве возвращусь. Ладно, о чем мечтает Ева Уварова? Я сама не смогла подвести на свой вопрос такой. Ты бы не смогла на свой? Наверное, нет. Вообще, мечты, они есть, мечты о них обычно не говорят. Какая Ева Уварова через 5 лет? Давай вот точнее. Успешная. Раз ты не мечтатель, ты человек планирован. То есть у тебя все запланировано? Практически, да, все запланировано. Через 5 лет у Евы Уварова? Сколько тебе лет получается? 21 будет? Нет. Ну да, в этом году мне 16. То есть через 21 год Ева Уварова? Ну, 100% тут, будешь, слово должно быть успешным. Это я себе уже поставила в планы, потому что с помощью своих родителей и самой себя я думаю, мы много чего сможем добиться. Особенности вот этой трудолюбимой, самой любимой словой, которая, наверное, больше всего меня характеризует. Что? какая Ева Уварова через 5 лет? Нужно подумать, потому что вопрос сложный и я стараюсь на самом деле я не загадываю вперед, так как у меня есть две стороны вообще меня. Это мы сейчас немножко отошли от темы танцев и гимнастики. Это одна сторона, которая творческая и другая, которая думает уже о финансах. Поэтому я хочу иметь два образования, одно связанное с творчеством, это танцы, это может быть какой-то я буду организовывать, я сдулась. То есть у тебя есть мечта еще стать актрисой? Да, мне есть такая мечта, я хочу попробовать себя в этой роли, но в то же время, как сказать, в актерском, там еще, мне кажется, конкуренция в разы больше, чем в танцах, но в гимнастике не скажу, в гимнастике очень большая конкуренция и лишь единицы попадают во все сборные и тому подобное. Да, я хотела бы быть актрисой. Мне как-то нравится. Ты говоришь, что танцоры отговаривают часто. Актеры меня отговаривают. актеры, актеры отговаривают, потому что знают, сколько времени актерство занимает, обучение, актерские курсы. это абсолютно неограниченный такой, и в этом нельзя запланировать. И нестабильный, да, очень. И нестабильный, и это никак не планируемый момент, то есть эти репетиции могут быть бесконечно долго. Да, поэтому я думаю взять парочку курсов походить, как-то поучиться, и помимо этого, я знаю, это прозвучит странно, я хочу также стать, ну, пойти учиться что-то связанное с финансами, либо я рассматриваю уже заранее спортивный менеджмент, это, мне кажется, очень интересно, и такая сфера. Нет? Я заканчивала режиссуру спортивную, 4 года занималась актерским мастерством, с утра до вечера. Почему я сейчас здесь, я не знаю. Нет, я и почему актерство, 4 года актерское мастерство и была в студенческом, как бы, А где ты училась? В руковке. У нас есть спортивная режиссура, так и называется, и у нас актерское мастерство один из основных предметов, круглосуточно, из-за этого я говорю, это абсолютно неконтролируемый процесс, и для меня, человек, у которого все расписано, и человек обходя абсолютный планинг, у меня есть блокнот, и там все-все-все, и когда там было слово репетиция, это было, она была всегда, везде, и то есть, я не знала, невозможно, это, конечно, планировать. Тоже, да, не любишь спонтанность? Абсолютно. Я вот тоже не люблю. Сюрпризы, не мой конек, и вот это все. Да, у меня сразу бывают нервы. Что происходит? А еще я ненавижу опаздывать. Я не знаю, к чему ты это сказала. Это не про меня. Ты опознаешь. Так, ладно, сегодня не мой разговор. Все, мы отошли, что-то как-то... Мечты Ебы, Увара, и так ты мне не сказала. Ну, я не скажу. Ты прекрасный дипломат будешь, знаешь? Дипломат. Они вот МГИМО. МГИМО, да, кстати, может быть, я сейчас стараюсь английский выучить хорошо, может быть, потом. Ехать. Только это нельзя говорить Сау. У нас патриотичная передача. Может быть, на две страны жить. Правая половинка здесь, слева там. Наверное, все-таки я не могу не задать этот вопрос. Роль мамы в твоем становлении, потому что я, наблюдая за тобой, всегда вижу за твоей спиной маму. Она всегда в тени, она всегда нигде... Я очень гордилась, когда она, по-моему, в финальном выпуске ты что-то то ли маму показали. Да, маму показали. Я кричала в Редо, мама Евы. Вообще роль мамы безразмерна, безгранична, потому что именно из-за мамы я нахожусь там, где я сейчас. Я побывала в очень, как сказать, известных и сильно повлияющих на меня местах. Я познакомилась с людьми, которые повлияли на мою жизнь и которых я очень сильно ценю. Потому что у меня мама очень, как и я, трудолюбивый человек. Она везде со мной, она везде меня возит. И я бы хотела сказать, я не знаю, родителям девочек, которые нас смотрят, может быть, тоже, что никогда не останавливайте своих детей, всегда их поддерживайте и водите, если у них появилось какое-то желание. Потому что неизвестно, чем это обернется, так сказать. И вот моя мама не побоялась потратить свою жизнь, свою энергию на меня. И в итоге у нас получился такой замечательный результат, который постоянно с каждым разом становится все лучше и лучше. Это очень здорово и очень круто, что ты обратилась к родителям, потому что особенно в тот момент, когда гимнастка начинает танцевать, мне кажется, у мамы должны были сомнения тоже быть, еще одно сомнение, потому что это была неплохой гимнасткой. У мамы не было мне кажется сомнений, но лично по моим ощущениям, потому что ей это нравилось так же, как и мне. И она тоже любила танцевать, как и я. Сейчас она уже, конечно, к сожалению, не танцует. Сейчас она уже, к сожалению, не танцует, но она, мне кажется, через меня этот свой какой-то вот этот вклад, через меня тоже. То есть энергия, которую ты отдаешь зрителю, там кусочка мама забирает. Конечно, есть, да. Переходим к нашему традиционному блиц. Короткие вопросы, не умные, имеется в виду, не сложные. Я начала волноваться. Вовремя, мы почти уже в конце. Где тренироваться сложнее, в гимнастическом зале или в танцевальном? А в гимнастическом зале однозначно больше волнения, больше напряжения. Кумир гимнастики есть, был? А вот Саша Солдатов мне очень нравилась и нравится до сих пор. И Евгения Аканаева. Ух ты. Разлет. Интересно. А в танцах есть ли кумир вообще в танцах? Ой, очень много сейчас перечислять, мы будем до бесконечности. Скажи нам хоть одно имя, потому что мы люди из гимнастики, в танцах вообще абсолютно ничего не понимаем. Саша Солдатов узнаем. Да, Бриан Фридман мне нравится. Работал с Бритни Спирс. Скажи по салогам, пожалуйста. Бабуку? Да, потому что B, R, I, E, D, Как найти? А, так и пишется. Бриан Фридман. Супер. Да я не знаю, правда, мне это есть. Бриан. Так и написано, так и найдется. Отлично. В основе любого успеха 1% таланта и 99% упорства. Или наоборот? Я полностью согласна. Полностью согласна с этим высказыванием. Ну, конечно, это все в зависимости от людей, но в моем случае я думаю именно так. Ну, может, немножко побольше таланта. Процентов 5. Ну, хотя я не знаю. Это не мне судить. Это пускай лучше судят профессионалы, люди опытные. Самый опасный член жюри, который тебе приходилось встречаться, который тебя оценивал? Который больше всего отрепетал у тебя сердце. Именно в танцах? На гимнастике тоже бывало. В гимнастике все судьи. Я просто так выхожу. Просто еще очень видно судьи из-за того, что устают, они сидят тоже с такими лицами уже. Я тебя тоже судила. Ну, я не знаю. Просто все сидят так. Ну, да, восьмой час обычно сидишь с таким лицом. Да. И поэтому, наверное, танцевальные судьи меня не особо волновали, потому что я больше для зрителей выступала. А вот на гимнастике я очень чувствовала вот это давление. Мне прям было иногда страшно выходить и смотреть им в глаза, поэтому я смотрела в зрительный зал. А то есть в танцах на ТНТ вас же тоже судили? В танцах нет. Я была в спецвыпуске. Но вас комментировали, нет? Комментировали, но мне ничего. Это было просто как выступление. То есть я не была в конкурсной основе. Ну, опасно все равно. Нет, опасности не было. Танцы, они поспокойнее в этом плане для меня. В гимнастике есть ли один предмет, то какой? Обруч. Самый разнообразный, с ним больше всего можно интересных штучек придумать. Ну, конечно, по моему мнению. И самый комфортный. Самая яркая, возможно, модное слово, мотивирующая фраза от твоих тренеров и педагогов по танцам? Вот это у меня, конечно, вопрос. у нас нет именно таких фраз, как гимнастике. Только в первом, танцуй там. Ну, что танцуй, это и так понятно должно быть, что танцуй. Ну, а тренера? Хорошо поработали, мой треограф постоянно пишет, Ева, молодец, хорошо поработали. Я всегда скажу, ну, понятно, да. Как сказать, ну, не обращать внимания на завистников и тому подобное. То есть, у меня нет такой, прям мотивирующей суперфразочки, потому что и так вот эта работа, процесс, это для меня уже огромная мотивация на хорошее выступление. Кстати, в танцах бывают чистые прогоны? Есть такая фраза чистый прогон? Нет, в танцах нет чистых прогонов, потому что вот это как раз-таки отличие от спорта. В танцах важна, вот как ты, вот я уже говорила, музыкальность, как ты показал, и ты можешь чуть-чуть менять что-то, понятно, там, как-то по-другому, по-новому, новый там взгляд, то есть если в гимнастике всегда четко отработано, тут мы поворачиваем голову, тут ровно держим, то здесь ты можешь проработать как хочешь. А лишний вес? Проблема с лишним весом? Конечно, в танцах такая же проблема с лишним весом, как с дистанцией. Ты зачем это говоришь? Ты сейчас, зачем говоришь, ты сейчас половина гимнасток, у которых есть лишний вес, они пойдут в танцы после этого? Я имею в виду в плане здоровья. В гимнастике же тоже, ну, в первую очередь, мне кажется, здоровье, во вторую очередь, это эстетика. Да, потому что некрасиво в купальнике, когда вот так ножички вот так трясутся. Да? Ты же согласна со мной? Согласна, но нельзя говорить, что они толстые, во-первых, упитанные. Ты молодец, а многие, ты у меня прям говорят, жирные, коровы. Вот это мое самое любимое, хотя коровы такие красивые животные. Ну, так что это как, с одной стороны, комплимент. Ну да, в танцах так же очень большая нагрузка на ноги, колени. Как раз из-за здоровья, верно? Да, из-за здоровья, но многие танцоры, к сожалению, не придерживаются этого правила. Гимнастика это? Гимнастика это? Коротко. Спорт. Это спорт, это своего рода искусство. Нас ругают коротко, но. Это спорт, искусство, и для меня это, ну, не знаю, нельзя так сказать, может быть, образ жизни, это какая-то своя определенная атмосфера, неповторимая и полная целеустремленных людей. Это очень было коротко. Танцы это? Ой, танцы это свобода, это музыка, это вдохновение, и это тоже образ жизни. Просто другой. Насколько процентов Ева Уварова в танцах, насколько вот состоит? Из чего? И сколько в гимнастике? 60 на 40. 60 танцев? 60 танцев уже преобладают. Где-то в 2016-м наверное было 40 на 60. Даже 35 может на 65. Сейчас уже 60 на 40. Но так как я взрослею, с каждым днем все меньше, бывает по чуть-чуть нарастают танцы. Человек-планер все по цифрам все у нее разложено. Да. Ева, пожелание. Гимнасткам может быть пожелание именно связанное с танцами, и ты классный пример о том, что гимнастика это этап крутой, яркий, интересный этап. Да. Я не хочу просто, чтобы девочки как-то расстраивались из-за того, что у них что-то не получается в гимнастике. Потому что я сама так же периодически расстраиваюсь. И это нужно искренять, так как много всего другого, чего они могут попробовать. И я считаю, что не обязательно нужно зацикливаться только на одной гимнастике. Нужно себя искать в разных местах, но про нее не забывать, так как она огромный стимул, огромный стержень, который вам поможет в дальнейшем на протяжении всей вашей жизни. Родителям гимнасток это наша целевая аудитория, которая нас смотрит. Родителям гимнасток я хочу пожелать, чтобы вы не гнобили своих детей, потому что есть такие, которые считают, вот ты не заняла первое место, все, все, это конец жизни. Нет, это какой-то лишь момент жизни, который потом, наоборот, сделает вашего ребенка сильнее и более устойчивым к каким-то препятствиям, которые потом встанут на его пути. Может быть, не станут, кому как. Жизнь такая штука, что кому-то больше повезло, кому-то меньше. И хотела бы пожелать, чтобы, вот бывает, все равно нужно в любом начинании ребенка его поддерживать, независимо от того, что это. И пожелание всем любителям танцев, гимнастике, Еву Уварову и твоим зрителям. Да. Пожелать всем не останавливаться в развитии и всегда двигаться вперед. И не бояться пробовать что-то новое. Как не боялся я. И попробовала танцы. Ев, спасибо большое, что ты в своем графике, который расписан от каждые 10-15 минут нашего времени поговорить с нами о гимнастике, поговорить с нами о танцах. И быть правильным примером, за что мы тебе очень сильно благодарны. Тебе 16, и у тебя все только впереди, хотя гимнастика потихонечку уже закат карьеры, но очень красивый и достойный. Согласна полностью. И переход, и в яркую, классную жизнь. Огромное тебе спасибо за этот пример и что поговорила с нами о гимнастике. Мне было очень приятно. Я сейчас слезки чуть-чуть поднатекаю. очень все хорошо, мне очень все понравилось. Продолжайте в том же духе. Ребята, смотрите этот канал, суперинтересное интервью. И всем позитива и радости. Сейчас дайте первую мысль, я продолжу и все. на первом канале это даже бабушки смотрят. То есть это вообще то. Я бы хотела быть актрисой, сняться в каком-то фильме по типу грязные танцы или... Для этого не надо быть актрисой. Ну, нужно тоже быть. Вообще, мне нравится. У тебя наоборот, актерство это... Это пишется. А пишется, да? Ну, нечего. тогда я не буду рассказывать свою подпольную актерскую жизнь. Расскажи, расскажи, мне интересно. Вот с этого момента мы ставим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова